МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Кто будет следить за порядком в Чебоксарах? В столице назначен новый руководитель управления Министерства внутренних дел. Бизнес детям. Чебоксарские строители помогают детским садам. Век просвещения. В Национальной библиотеке представили столетние книги. Сегодня глава Чувашия в Москве встретился с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Рассматривались важные вопросы, связанных с подготовкой и проведением 550-летия города Чебоксара и столетия Чувашской автономной области. Михаил Игнатьев также рассказал министру, как предоставляются государственные и муниципальные услуги на базе сельских модельных библиотек. На встрече также обсуждалась ситуация, сложившаяся на предприятиях крупнейшего машиностроительного холдинга концерна «Тракторные заводы» и перспектива возобновления деятельности филиала ОАО «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский». Алексей Улюкаев выразил намерение посетить республику с рабочим визитом. Министр экономического развития России также отметил, что высокие кредитные рейтинги, присвоенные республике авторитетными международными агентствами «Модис» и «Фич», свидетельствуют об устойчивости экономики Чувашии. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Глава Чувашии сообщил, что все социальные обязательства по защите материнства и детства, поддержке многодетных семей, детей-сирот в республике выполняются в полном объеме. В частности, недавно был закрыт детский дом в Канаше, так как почти все воспитанники определены в приемные семьи. Ольга Голодец отметила, что в Чувашии низкая младенческая смертность, а также достигнуты успехи в модернизации системы образования. На встрече договорились о выделении республики дополнительных средств на строительство детских садов при условии полного освоения уже выделенных из средств федерального бюджета на эти цели 614 миллионов рублей. Также обсуждались вопросы строительства хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера в городе Чебоксары и реконструкции детского санатория «Лесная сказка». Проблемы энергосбережения и энергоэффективности по-прежнему актуальны. Недовольство граждан из-за повышения тарифов на воду и тепло не уменьшается. С 1 июля общедомовые счетчики должны быть установлены во всех многоквартирных домах Чебоксар. Снизить плату помогут терморегуляторы. Правда, установлены они далеко не во всех домах столицы. Новоквартирный дом по проспекту Ленина можно с уверенностью назвать энергоэффективным. В прошлом году после капитального ремонта здесь появился терморегулятор. Вот такой, на первый взгляд, довольно простой агрегат выполняет сложную и важную функцию. Регулирует потребляемое тепло и позволяет экономить деньги жителей этого дома. Принятый в 2009 году федеральный закон об энергосбережении обязывает установить в многоквартирных домах общедомовые и индивидуальные приборы учета. Это позволит получать реальные показания и платить за фактически потребленные ресурсы. Установка счетчиков в Чебоксарах завершена, а терморегуляторов только начато. В общем, эта система регулирования температуры уже на, у потребителя, дает более точную, подает более оптимальную температуру к потребителям и предотвращает как перетопы, так и недотопы. Терморегулятор автоматически предоставляет столько ресурсов, сколько нужно дому по температурному графику. Фактическое потребление – это фактическое потребление. Мы прекрасно понимаем от теплоисточника, который, например, мощного теплоисточника, как ТЭЦ, он отпускает достаточно высокую температуру, а нам столько его не надо. В данном случае терморегулятор очень помогает, чтобы именно нам поставлялось столько ресурсов, сколько только нужно. Проверить его эффективность невозможно. Он проработал всего 7 месяцев. Для анализа необходим год эксплуатации. Однако жители домов, где терморегулятор работает не первый год, уже успели оценить плоды его трудов на своих кошельках. Это помогает, еще выгодно, когда в межсезонье, например, когда перепады температуры воздуха наружного. В данном случае, этот автоматический терморегулятор очень даже помогает. То есть, избыточное потребление дома не происходит. и потребляет дом ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы содержать нормативный температурный график в доме. По закону, время содержания дома лежит на собственниках жилья. Поэтому принять решение об установлении терморегулятора нужно на общем собрании собственников. Пока в Чебоксарах только 200 домов из полутора тысяч оснащены приборами энергосбережения. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Новое назначение в управлении МВД по городу Чебоксары. С 22 июля начальником назначен Сергей Павлов. До этого он занимал руководящую должность в МВД по Новочебоксарску. Сергей Павлов сменил Валерия Жуковца, который переведен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД Почувашия. Практически с корабля на бал. Новый начальник начал свою работу с подведения итогов за первое полугодие 2013 года. За это время в городе зарегистрировано около трех с половиной тысяч преступлений. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Раскрыто 2304. К уголовной ответственности привлечено 1517 человек. Хищение чужого имущества занимает первое место среди других преступлений. С начала года в Чебоксарах произошло 15 убийств. В основном криминальный фон создают, конечно, районы. Это Ленинский район и Московский. Где в среднем совершается по 120-81 преступление соответственно. Основные категории лиц, наиболее часто нарушающие уголовное законодательство, это неработающие, ранее судимые, а также злоупотребляющие спиртными напитками. Ограничения продажи алкоголя пока ожидаемых результатов не дали. Большинство преступлений совершаются нетрезвыми лицами. В отрезвители с недавних пор ликвидировали. Всех пьяных сейчас полицейские доставляют в больницу, а потом их привлекают к административной ответственности. Большинство пьяных в виде, какие преступления совершаются? Это нанесение побоев, хулиганство, иногда карабежи. Вот такие преступления. Меры принимаются, но, наверное, все-таки недостаточно. Нам необходимы дополнительные меры. И будем сейчас анализировать и работать точно. В первую очередь полицейские собираются работать с конкретными видами преступлений в микрорайонах с напряженной преступной обстановкой. Будут проверять ранее судимых, тех, кто стоит на учете у участковых. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Также на конференции в МВД отметили, что в связи с последними событиями в Москве будут тщательно проверять и рынки нашего города. Напомню, в минувшие выходные уроженец Дагестана на Матвеевском рынке в столице России избил сотрудника полиции. Большая часть продавцов чебоксарских рынков – иностранные граждане из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, Армении и Грузии. Они официально зарегистрированы в Чувашии, но небольшой процент нелегалов все же выявляется. По словам Сергея Павлова, за последний месяц в Чебоксарах задержано 15 иностранцев без соответствующих документов. Пока миграционной службой решается вопрос об их выдворении из страны, граждане находятся в спецприемнике. Все лучшее детям. Как показала практика, для некоторых жителей республики этот принцип оказывается важнее денег и личной выгоды. В Чувашии становится популярным привлечение бизнеса к решению социальных проблем. Обычно, если поблизости начинается стройка, ничего хорошего ждать не приходится. Но в некоторых случаях от такого соседства все только выигрывают. Чем помочь? С таким вопросом обратились представители строительной компании к руководству Чебоксарского детского сада номер 137, когда рядом с садиком начала расти новостройка. Прежде чем начать строительство домов, вот к нам пришла делегация из Честер Инвест, с которой познакомились с нашим дошкольным учреждением и выявили наши проблемы. И дальше уже пошла работа. С тех пор в этом детском саду нет перебоев с водой, а зимой всегда тепло. Строительная компания отремонтировала систему отопления, водоснабжения и канализации. Но для детского сада номер 188 на первом плане оказались новые окна. Садик является санаторно-профилактическим. Сюда ходят дети, которые часто болеют. Новые стеклопакеты не только защитили помещение от шума стройки, которая развернулась недалеко от стен здания, но изменили микроклимат в лучшую сторону. Деткам, которые приходят в наш детский сад на период оздоровления, на один, на два года, нужно и внимание, и любовь к педагогам, а также тепло в доме. И мы были очень рады, когда предложили нам изготовление и установку оконных блоков в здании детского сада. Такую помощь предприниматели считают не подвигом, а скорее вкладом в будущее. Какие условия мы на сегодняшний день для них создаем, такими они и вырастают. Везде, где расположены на сегодняшний день наши строительные площадки, мы стараемся всеми силами и средствами поддерживать чистоту, порядок. В скором времени соседство со стройкой в хорошем смысле должны ощутить и в детском саду номер 178. Строительная фирма предложила нам услуги по благоустройству территории и оборудовании детских игровых площадок. В рамках частного государственного партнерства активно работа ведется со стороны руководства города, с бизнес-сообществом. Первые шаги уже сделаны, сегодня мы это уже на премьере увидели. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, что даст создать и улучшить условия пребывания детей наших в дошкольных учреждениях и, конечно же, улучшит материально-техническую базу. Что ж, чем помочь тому или иному детскому саду всегда найдется. Главное, чтобы находились желающие помочь. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии повышен размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида, который воспитывается опекунами и приемными родителями. Соответствующий закон подписал глава региона Михаил Игнатьев. Документ предусматривает увеличение пособия на детей от 2 до 7 до 6 645, а от 7 до 18 до 7 297 рублей. Кроме того, проводится индексация ежемесячного пособия на детей, за исключением инвалидов, опекунам и приемным родителям. На детей от 2 лет свыше 5800 рублей, а от 2 до 7 лет более 6600, до 18 почти 7300 рублей. По закону ежемесячные выплаты увеличиваются с 1 июля этого года. Закон призван мотивировать граждан на то, чтобы принять в семью детей-инвалидов из сирот и оставшихся без попечения родителей. В последние годы таких желающих не было. Ни одного случая за 2010-2012 годы. Зато иностранцы усыновляют охотно. В Чувашии сейчас более 4000 сирот. Среди них около 500 детей-инвалидов, из которых почти 200 воспитывают опекуны или приемные семьи. Вместе с тем глава Чувашии подписал еще один закон, которым производится индексация единовременных денежных выплат труженикам тыла, военных лет, ветеранам труда, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий. С юга на север по российскому бездорожью крупные города страны в ближайшее время свяжет необычная карта. На ней отметят дороги, по которым проедет далеко не каждый автомобиль. Чтобы составить подробный и точный маршрут, в далекий путь отправилась квадроэкспедиция. Стартовав в Краснодаре, экстремалы преодолели более 10 регионов. Ровно на неделю остановились в Чебоксарах. Что пришлось испытать участникам пробега и куда они направятся дальше, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Лесными дорогами, бескрайними степями и горными тропами. Если на пути встречаются реки, то их преодолевают вброд. Не пугают участников экспедиции даже болото. Квадроциклы они готовы переносить на своих руках. К таким испытаниям экстремалы были готовы с самого начала. Весной им пришлось штурмовать Горный Кавказ. Вот уж действительно бездорожье. Железные кони работали на износ. Тут даже вообще просто что-то противопоставить этому сложно. Тем более весенний Кавказ с его бродами, снегом, непролазной жижей, еще не просохшими грунтами. И, конечно, уклонами скользкими. Виталий Абрамов стал во главе необычной экспедиции. Известный путешественник и телеведущий уже не первый год удивляет жителей страны подобными проектами. Квадроциклы давно стали его страстью. В этот раз короли бездорожья помогают составлять новую карту. После квадроэстафеты в интернете появится уникальный ресурс. Сайт укажет путь владельцев внедорожников. Но экстремалы не изобретают колесо. На эти дороги нога человека наступает часто. Удивительно, что в какие-то места, в которые мы добираемся, и нам кажется, что мы совершили какой-то такой гражданский подвиг, пробравшись в эти места, там встречаем мотоцикл с коляской, который просто приехал на рыбалку. И он каждый день там ездит по таким дебрям. То есть, на самом деле, наши соотечественники привыкли к бездорожью и легко с ним справляются. Вместе с Виталием в неизведанные дали отправляются такие же фанаты бездорожья. Из Чувашии они доперутся в Нижегородскую область. На этом пути участники квадроэстафеты встретят не только болота и зыбки и пески. Очередной этап они называют познавательным. По дороге группа заедет в Шереметьевский замок, заедет в два монастыря. Один деревянный, очень красивый, в лесу. Второй – Макаревский монастырь известный, который стоит на берегу Волги, старинный. Впереди Иваново, Кострома, Ярославль и Мурманск. Остановки только в крупных городах. Здесь экстремалы готовят железных коней к новым испытаниям. На всем пути квадроциклы еще ни разу не сходили с дистанции из-за поломки. По российскому бездорожью этот квадроцикл прошел более 9 тысяч километров. Впереди половина пути. Эстафета финишируют на Кольском полуострове уже в октябре. Мурманский полуостров Рыбачий – крайние точки. Где уже побывал квадроцикл, догадаться несложно. В память о покоренных городах Виталий рисует их название на борту внедорожника. Свободных мест почти не осталось. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. В поисках эмблемы символа праздника сейчас находится столица Чувашии. В 2019 году Чебоксар отметит 550-летие. Администрация города объявлен конкурс на лучшую эмблему. Участвовать в нем могут как дизайнеры, архитекторы, художники, студенты творческих вузов и училищ, так и просто желающие. Главное требование ко всем – разработать такую эмблему-символ, в которой будет ярко отражена идея празднования 550-летия Чебоксар. С условиями конкурса можно познакомиться на официальном сайте администрации столицы. Там же потом выставят все работы и откроют голосование. Жюри подведет итоги 30 сентября этого года. Победители ожидают премия в 50 тысяч рублей. А отмеченные жюри работы будут рекомендовать к публикации в ведущих российских журналах по дизайну. Им исполнилось 100 лет, но они в замечательной форме и, судя по всему, готовы прожить еще столько же. В этом году в книжной палате Чувашия вековой юбилей отмечает целая серия книг. Непростой теме воспитания детей посвящены сотни тысяч книг. Однако далеко не в каждой можно вычитать советы столетней давности. Такие уникальные издания есть в книжной палате Чувашия. Одна из книг, которую напечатали в 1913 году, так и называется «Как воспитывать детей». Она совсем небольшого формата и в ней всего 8 страниц. Зато ценность представляет огромную. Напечатали книгу на чувашском языке в Казани. Тогда в Чувашии типографии еще не было. Ну а главная мысль, которую вложил автор, актуальна всегда – уважение к родителям. Что ж, 100 лет – возраст, конечно, не шуточный. Впрочем, в фонде палаты есть и более старые экземпляры. В Древолюционный фонд книги, изданные до 1917 года, у нас насчитывается их около тысячи экземпляров, тысячи названий. И самое первое издание книги – это книга 1769 года, изданная в Санкт-Петербурге. Это сочинение, принадлежащее грамматике чувашского языка. То есть первая грамматика чувашского языка. Очень много книг религиозной тематики. И вот среди них, значит, книги из этой серии, о чем мы сегодня с вами разговариваем. Книги, которым исполнилось 100 лет. Конечно, на руки такие хрупкие драгоценности не выдают. Но здесь на помощь старине приходят новые технологии. Прочитать вековые книги можно в электронном варианте. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин